Июнь, день 25, 8 июля по новому стилю. Память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, выночестве Давида и Ефросинии, муровских чудотворцев. Благочестивый князь Петр происходил из благочестивого и святого рода, воспитан был в православной вере и целомудрии в городе Муроме и правил княжеством своим, во всем соблюдая строгую справедливость. Когда наступило время, он сочетался браком с благоверную княгинию Февронией, которая также происходила из благочестивого рода и тщательно была наставлена в благочестии. Будучи таким образом оба святыми и праведными людьми, блаженные Петр и Феврония любили чистоту и целомудрие и всегда были милостивыми, справедливыми и кроткими. Они избавляли от власти обижающих тех, кто подвергался обидам, достойно чтили лиц иноческого и священнического звания, подавая им материальные пособия, с великим милосердием относились к бедным и усердно упражнялись в посте и воздержании. Желая по слову Господа унаследовать землю кротких и снискать себе вечное блаженство праведников, они, кроме того, и во всем прочем весьма много угодили Христу своими добрыми делами. Достигший затем маститой старости, блаженный Петр впал в телесный недок и принял пострижение, причем в иночестве ему дано было имя Давида. После сего, немного поболев, он с твердой верой приставился к Богу в Царство Небесное. Точно так же и святая княгиня Феврония, исполняя искреннее свое желание, постриглась в иночество, получив в иноческом звании имя Ефросинии и, подобно супругу своему, с непоколебимой верой и чистой совестью, приставилась, придав душу свою в руки Божии. Таким образом, оба святые супруги унаследовали землю кротких, которые с юных лет так желали. После кончины блаженного князя Петра вельможи и бояре оплакивали его, как отца, горожане, как заступников своего и защитника, бедные вдовы и неимущие пропитания, как своего кормителя и помощника. Честные тела святых князя и княгини с торжеством проводили все жители города и похоронили их в одном гробе в городе Муроме. Святые и до этого дня через честные мощи свои совершают во славу Божию чудеса тем, кто с верою обращается к ним. Святые князь Петр и княгиня Феврония скончались в один день 25 июня 1228 года, а по мнению Преосвященного Филарета кончина их падает на 25 апреля 1228 года. Причем 25 день апреля признаются им за день их кончины, а 25 июня – за день открытия мощей. Прославление их началось в начале 16 века, а на Московском соборе 1547 года положено было местно праздновать память их. Впоследствии, вероятно, с 1552 года это празднование стало повсеместным. Блаженный Давид и Ефросиния, говорит Преосвященный Филарет, в жизни своей были образцом христианского супружества, готовые на все лишения для евангельской заповеди о нерушивом союзе. И ныне они молитвами своими низводят небесные благословения на вступающих в брак. Так показывают многие опыты загробной жизни их.